Для этого рецепта я беру полкило свиного мяса, хорошо его мою и обсушиваю бумажными полотенцами. Нарезаю свинину длинными полосочками. Примерно где-то 1 сантиметр толщиной. Вот такими. Делаю маринад. Для маринада беру 3 столовые ложки подсолнечного масла, 3 столовые ложки сока лимона, 3 столовые ложки классического соевого соуса, 2 столовые ложки меда, либо сироп от пенамбура, 1 столовую ложку горчицы. У меня горчица не очень острая, поэтому я беру побольше. Черный молотый перец по вкусу. У меня смесь перцев. И все хорошо перемешиваю. У нас должен получиться очень вкусный кисло-сладкий маринад. Мариную мясо. Прикрываю пленкой и отправляю в холодильник на ночь мариноваться. Чем дольше маринуется мясо, тем оно вкуснее. Мясо очень хорошо замариновалось. Далее я налезаю немного морковки вот такими брусочками и натираю свежий чеснок. Беру кусочек мяса, смазываю немного свежим чесноком и заворачиваю в рулетик. Беру следующий кусочек, смазываю чесноком и оборачиваю вокруг вот этого рулетика. Вот так. Повторяю так с каждым кусочком. Обматываю все кулинарным шпагатом. Вот так вот. Отрезаю лишние ниточки. И шпигую еще мясо морковкой. Вот так вот в разных местах. Вот так вот. Картофель нарезаю тоненькими пластинками. И выкладываю в жаропрочную форму. Сверху на картофель выкладываю мясо. Все поливаю оставшимся маринадом вместе с картошкой. Вот так. Прикрываю фольгой и отправляю в духовку 180 градусов примерно на 40-50 минут. Смотрите по готовности. Потом можно снять фольгу, дать мясу запечься. Мясная улитка готова. Вот такая она получается. Сверху можно дать еще так хорошо запечься. Картошки, конечно же, можно добавлять в два раза больше. Обязательно проткните картошку. Посмотрите, приготовилась она или нет. У меня картошка мягкая, вкусная. Я уже попробовала. И потрясающий вот этот маринад, вот этот бульончик. Его можно использовать еще дополнительно. Приготовить какой-нибудь гарнир из риса, например. Будет тоже из гречки. Очень вкусно. Попробуйте, готовьте. Я оставляю мясо прямо вот в этом бульончике. Еще можно немножко вот так сверху полить, чтобы мясо впитало в себя дополнительно еще вот этот вкусный сок с маринадом. И картошка получилась просто волшебная. Сейчас я отрезаю вот эту ниточку от этой мясной улитки. Так, аккуратненько. Аккуратно снимаем. Можно дать мясу, в принципе, хорошо остыть. И пробуем мясо. Вот такое получается мясо. Сочное тоже. Вкусное. Очень мягкое, тонкое и невероятно ароматное. Вашим мужчинам обязательно понравится. Можно приготовить такое и на 14 февраля, и на 23. Такую вкусную мясную улитку. А вкусно-то как. Просто волшебно. Даже я не могу устоять. И ни грамма. Жира здесь. Совсем чуть-чуть масла. Пробуйте, готовьте. Я очень надеюсь, что вам понравится. Маринад просто волшебный. Прям чудесный. Картошечки кладите побольше. И кому понравится, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok